Издавна считалось, что Русь была одной из самых чистоплотных точек на земле во времена Средневековья. Русские бани с веником, да под балалайку выбежать после парилки и прыгнуть за снежный сугроб. Пей себе мед, плети корзинки, занимайся своими крестьянскими делами, только от блох не забывай отбиваться. Европейцы думали о жителях Руси, как о грязных, рваных и дико воняющих луком существах. Даже сейчас, обращая внимание на зарубежные упоминания о Древней Руси, можно наткнуться на крайне нелицеприятные картины. Сегодня мы попробуем разобраться, так ли это было на самом деле и окунемся с головой в культуру быта того времени. Прежде чем мы начнем, убедитесь, что уже подписались на канал. Подписались? Молодцы! А теперь подумайте хорошенько и напишите в комментариях о том, на какую тему вы хотели бы увидеть следующий ролик. Итак, берите ваш веник и банное полотенце, это история по-черному, поехали! Изначально баня была придумана... Никто не знает, где она была придумана, правда есть информация о том, как она использовалась у народов разного этнического и временного происхождения. Сразу скажу, что основная идея бани это путь к чему-то светлому. Большинство народов приравнивало данную процедуру к очищению от темных сил. Древние скифы строили шатер из кожи и палок, в центре которого стояли накаленные камни. На эти камни лили воду и бросали коноплю. В клубах дыма они входили в некий транс, который позволял очистить сознание. Народы с Северной Америки строили бегвамы с точно таким же принципом, как и у скифов, только без конопли. Хотя... кто знает? А вот южноамериканские индейцы, учитывая свой ореол обитания, строили уже что-то похожее на бани Руси. По крайней мере, они считали, что резкое изменение температур положительно влияет на здоровье организма, и сооружали бани рядом с реками и озерами. На Руси данное мероприятие связывались с языческими обрядами, и появилось оно примерно в 7 веке. Принцип язычества связан с поклонением силы природы, а баня представляла собой могучую комбинацию стихий, огня и воды. Древние верили, что только сильный духом человек может противостоять, ну или хотя бы вытерпеть тот жар, который создавался при помощи сил природы. Через густой пар люди очищали свои организмы от злых духов, лечили болезни, показывали свою веру и преданность богам. Было два основных вида бани. По белому — это когда у сооружения был некий дымоход, который позволял дыму выходить через него, и тем самым оставляя помещение в чистоте. Так как дымоход забирал много тепла, помещение всегда нужно было топить. И второй вид — по-черному. Сооружение без дымохода, которое позволяло теплу задерживаться в его стенах, но тем самым вся копоть оседала внутри самой бани. Пользовались в основном вторым видом, так как считали, что чем больше дыма, тем чище твой организм. Банные процедуры проводились как минимум раз в неделю. Но как как корнями Русь уходит в язычество, то перед каждым праздником очищение было обязательным. Более того, позже считалось, что после каждой проведенной ночи любви вдвоем со своей второй половинкой, ты был просто обязан посетить баню. Следуя обычаям перед свадьбой, молодожены должны были сначала каждый по отдельности сходить хорошенько пропариться, а после совместной ночи на утро сходить туда вдвоем. Это позволяло объединить людей, которые приняли решение заточить себя в цепкие узы брака. Ну и плюс ко всему, верующие в церковь считали, что это смывает грехи. Поистине великое и многофункциональное сооружение, которое позволяло всем находиться в чистоте. Естественно, помимо бани, на Руси омывались в печи. Конечно же, огня в ней на тот момент не было, все было немного проще. Печь стояла в каждом доме и была источником тепла. В ней готовили еду и разогревали воду, на ней спали холодными ночами. И как раз под тем местом, где спали, было некое пространство, где спокойно мог поместиться взрослый человек. К вечеру, когда печь остывала, из нее убирали сажу и застилали место, где были дрова, тканью или досками. Таким образом, после принятия водных процедур, человек выбирался чистым и довольным. В печи купались не все, в основном женщины, дети и старики. Старикам уже было тяжело переносить температурный режим бань, дети еще не доросли, а женщины были в основном незамужние. Да, именно незамужние. Мы снова вернемся к язычеству, которое помимо хороших, добрых духов и богов принесло в веру и отрицательных героев. Считалось, что если незамужняя женщина одна пойдет купаться в баню, то там ее встретят злые духи в лице банника и кикиморы. Конечно, физически ей они ничего не сделают, но могут притянуть болезни или припереть дверь бани. Они, конечно, могли пойти попариться вместе с сестрами или детьми, которых уже пора было приучать к жару. Но, тем не менее, прелезным соображением церкви это считалось грехом. И, следовательно, выбора у них попросту не оставалось. Европейцы, посещавшие Русь, преисполнялись культурным шоком. В Европе в любое время года, если купались, то использовали в основном холодную воду, и к холоду они вроде бы привыкли. Но картина на Руси была абсолютно другой. Во-первых, большинство поселений строилось вдоль рек и вблизи от источников воды, так что дефицита в воде не было. В тот момент, когда средневековая Европа привыкла купаться всей семьей и слугами, используя одну на всех бочку с водой, жители Руси спокойно обливались литрами воды, и понятия, как общий прием водных процедур, не было. Но больше всего их удивляло другое. Как человек мог получать удовольствие от того, что истязает себя ветками и находится в месте, где температура в разы превышает норму? Так после всех этих пыток, они еще и выливали на себя таз холодной воды, чтобы прийти в норму. Естественно, бани в Европе были, но они являлись щадящей копией того, что делали русичи. Люди в их понимании приходили туда расслабиться, а не изгонять из себя бесов. Тут естественным образом появляется утверждение, зато все были здоровы и не было никаких теорий миазмов, чумы и прочих болезней. Но для чего тогда в поселениях находились волхвы и знахари? Конечно же на Руси болели, и болезнь как минимум в половине всех случаев приводила к летальному исходу, а медицины как таковой не существовало. Так что же делали знахари и волхвы? Все просто, они поили вас травами и заговаривали болезнь. Я напомню о том, что язычество крайне крепко сидело в сознании людей, и головную боль или отравление они воспринимали как козни злых духов. Самым действенным методом лечения была та самая баня. Больному нужно было хорошенько пропотеть, чтобы вся нечисть вышла из организма. Если не помогла баня, тогда то место, где болит, натирали салом или редькой. Болезнь никак не отступает. Окей, есть еще один вариант. Вас нужно напугать громким звуком. Это может быть крик, хлопок или удар. Кстати, удар может пролететь и в вас, ведь если болезнь сидит внутри, ее нужно выбить. Главное не перестараться, так как можно выбить и весь дух. Попутно вам будут давать не самые изысканные напитки из трав. Горечь и их вонь должны будут отпугнуть темные силы. На самом деле, не все так весело. Обычно, в народных методах прибегали к крайним мерам. Если у вас разболелся зуб, его, скорее всего, просто вырвут. Конечно, есть вариант того, что вырвать могли не тот зуб. Да и местная знахарка будет возмущаться, ведь ее заговоры были бы намного эффективнее. Кстати, зубы чистили солью, так что рана быстро зарастет. Не переживайте. Если у вас был сильный порез, то самый эффективный и быстрый метод лечения это прижечь открытую рану раскаленной кочергой. А мелкие порезы посыпали пеплом из печи или прикладывали лечебные травы. Переломы и вывихи иногда даже не фиксировали и срасталось все само собой. Впоследствии это, конечно, приводило к тому, что всю оставшуюся жизнь вы бы хромали. Но не надо расстраиваться, ведь средняя продолжительность жизни была всего 30 лет. И стесняться своей хромоты вам осталось не так долго. Так что расслабься и выпей отвар из ромашки. Русские красавицы Конечно, второй вариант больше подходит, так как, к примеру, во Франции белая кожа была признаком знатного рода и элиты в целом. Но так как на Руси женщина в основном находилась под солнцем вне дома, сохранить естественную болезну было крайне проблематично. В качестве помады использовали сок свеклы или малины. Ингредиенты мало того, что не вредные, так еще и можно перекусить. Чтобы выделить глаза, использовали залу. На самом деле, у язычников было особое отношение к расцветке макияжа. Древние верили, что у каждого оттенка есть своя магическая сила. Это касалось как в отношении противоположного пола, так и в отношении природы. К примеру, если девушка наносила на губы красный цвет, тем самым она могла приворожить и показать природе, что она полносил. Правда, я думаю, что если бы она покрасила губы в черный, ее бы сожгли на костре вместо чучела на масленицу. Но это уже детали. Что касаемо личной гигиены женщины на Руси, так ее почти не было. Когда девушка становилась женщиной, ее сразу же отдавали замуж. Так как принцип жизни на Руси заключался в земледелии, то и основная задача женщины была в том, чтобы было больше рук, которые смогут пахать на этой земле. Вследствие того, что женщина почти постоянно была в состоянии беременности, цикл менструации она встречала за свою жизнь примерно раз 10-15. Рискну предположить, что дамы нынешнего времени им бы позавидовали. Но какой ценой? Тем более, учитывая среднюю продолжительность жизни в 30 лет. Если вы считаете, что древние не делали масок для лица и никак за собой не ухаживали, то вы ошибаетесь. Женскую красоту нужно было поддерживать. Так как увлажняющего крема и скраба для лица еще и не придумали, да и шампунем близко не пахло, дамам приходилось прибегать к старой доброй самодельной продукции. В качестве омолаживающих кремов в ход успешно шло прокисшее молоко, сметана, мед или сало. Они придавали лицу блеск и определенный шарм. Просто представьте себе, что однажды вы проходите мимо прекрасной мадемуазель, и мало того, что она очаровала вас своей красотой, так она еще и оставила за собой великолепное амбре с ароматом сала. Кстати, в те времена тоже красили волосы в разный цвет. Чтобы они стали светлее, их держали в отваре из ромашки, а луковая шелуха придавала волосам красный цвет. Несмотря на всю свою красоту и приятные ароматы, у женщин средневековой Руси были обязанности. Готовка еды, уборка дома, поддержание тепла и стирка. Стирали долго и много. В теплое время года стирали непосредственно в реке, а зимой или в холода выкручивались как могли. Удивительно, но в стиральной машинке тогда еще не было. Впрочем, как и электричество. Поэтому в огромный чугунный котел набиралась вода, а потом она ставилась в печь. В котел сразу же загружали одежду, а вместе с ней и картошку. Картофель, помимо своих питательных свойств, содержит в себе еще и крахмал, который позволял использовать его при стирке. Иногда котел доставали и одежду перемешивали палкой. Очень грязную одежду замачивали на ночь в молоке, которая также является отличным средством для стирки. На Руси, по соображениям Веры, никогда не стирали одежду в банях, так как считали, что с грязью приходят злые духи. А баня являлась местом очищения не только своего тела, но и души. Оглядываясь назад, можно точно сказать, что во времена Средневековья Русь была действительно чище Европы. Дело тут обстоит не только в трудолюбии язычников или местоположении поселений. Древние делали большой акцент на веру. Они верили в то, что только в чистом теле может находиться дух. А грязь – это магнит для болезней и прочей нечисти. Конечно, со временем все немного изменилось, и Русь где-то повернула не туда, но это уже совсем другая история. А как вы считаете, смогли бы вы жить на Руси в Средневековье? Пишите в комментариях. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, оставляйте ваше мнение в комментариях. Это был Олег Черный. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok